Какую работу надо совершить, чтобы втащить на крышу свисающий с нее кусок каната длиной 6 метров и массой 15 килограмм? Для начала запишем данную. Высота H равняется 6 метров. Масса M равняется 15 килограмм. Ускорение свободного падения G 10 метров на секунду в квадрате. Работа A неизвестна. Сделан схематический рисунок. Напишем формулу работы. Работа A равняется F умножить на S. Средняя сила F средняя равняется F1 плюс F2. И все это на 2. Эти формулы нужно знать. Напишем второй закон Ньютона по оси Ух для каната. По оси Ух действует начальная сила F нулевое. Она направлена по оси Ух. Мы пишем со знаком плюс. Минус Mg. Так как сила тяжести направлена против оси Ух. И все это равняется нулю. Так как никакого ускорения нет. Выразим отсюда F нулевое. F нулевое равняется Mg. Напишем средняя сила. F средняя равняется. F нулевое это сила которая в самом начале действует на канат. Плюс F. Это конечная сила при втаскивании каната. И знаменатель 2. Конечная сила при втаскивании каната равняется нулю. Преобразуем. Получается F нулевое. Знаменатель 2. Тогда из этих двух выражений следует. Что средняя сила равняется. F нулевое это Mg. Знаменатель 2. Работа А в нашем случае будет равняться. F средняя умножить на перемещение. S. Перемещение S равняется высоте H. Тогда из этих трех пунктов следует. Что работа А равняется. F средняя это Mg на 2. И умножить на высоту H. Подставим сюда наше значение. Найдем результат. Работа А равняется. Считав получаем 450 джоуль. Запишем ответ. Работа А равняется 450 джоуль. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал. И ставить большие пальцы вверх. Работа А равняется.